Я рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Baby Auto. Моделька называется ST4i Size. Это, друзья, не премиум сегмент ни в коем случае. Это такой, назовем, наверное, среднячок, недорогой среднячок. Как-то вот так вот бы я его как-то обозначил, потому что, друзья, это кресло недорогое. Но вы услышали, что я сказал iSize. Соответственно, соответствует требованиям этого стандарта. А iSize, друзья, это стандарт, который очень требовательный к безопасной перевозке детей в автомобиле. И если мы видим стандарт iSize, то это не как раньше, там на АДАКах где-то тестили, и все, мы только им доверяем. Сейчас, друзья, ситуация улучшилась сильно, и не обязательно переплачивать за кресло, где мы видим результаты АДАКа. iSize, он уже имеет высокую планку безопасности, скажем так, требований к креслу. И, соответственно, кресло, значит, безопасно, и ребенка доверять можно. И рассмотрим мы сегодня эту модельку. Это кресло категории 2-3. И со 100 сантиметров до 150 сантиметров можно возить ребеночка. Вы видите, что здесь нет пятиточечных ремней, поэтому ребеночек пристегивается автомобильным взрослым ремнем. Давайте в самом начале, друзья, я вам это и покажу, чтобы у вас сразу вопрос этот закрыть. Смотрите, очень важный момент, друзья. Вот он ремень. Вот он соединился, ушел под подлокотник. Здесь ушел под подлокотник. Верхняя же часть уходит в направляющий, который находится в подголовнике. Как правило, в большинстве случаев, если стандарт i-size, ну, это не везде бывает. И красного цвета могут быть вот эти все направляющие тоже со стандартом i-size. Но обычно в 90% случаях зеленого цвета, если стандарт i-size в нем есть. Вот, собственно, друзья, посадили ребеночка, пристегнули точно так же, как вы себя в автомобиле пристегиваете. Вот, все выглядит таким образом. И регулируем подголовник, друзья, таким образом, чтобы от подголовника до плеча ребенка был приблизительно один палец. Не выше двух пальцев, не меньше одного. Это, друзья, золотое правило, которое нельзя нарушать. Очень небезопасно, если вы будете выше поднимать в ДТП ремень окажется на горле. Это очень опасно. Поэтому уясните это раз и навсегда и следуйте этому правилу. Это не шутки. Собственно, что касается крепления. Ребеночка мы с вами разобрали. Смотрим, что у нас по креплению самого кресла. Здесь у нас полноценный, жесткий, металлический, не урезанная какая-то версия. Именно полноценный изофикс. Кстати, чтобы реализовать здесь наклон, здесь вот такая вот штука. Мы вытащили, переставили. Чуть-чуть пыльненькая. Переставили и тем самым, видите, у нас немножко приподнимается сидушка и запрокидывается чуть-чуть назад кресло. Соответственно, вот у нас есть свободный ход спинки. Дальше, чем нужно, оно не пойдет. То есть, если у вас кресло автомобильное позволяет чуть-чуть наклоняться или оно у вас уже изначально вот такое, то вы получите максимально вот такой угол наклона. Если же нет, то получим, получим, друзья, то, что получим. Потому что свободный ход спинки, он напрямую зависит от спинки сидения. И вот как он в нее упрется, дальше, соответственно, он не пойдет. Поэтому, друзья, это имейте в виду. А что касается пространства, друзья, здесь куча места. В 2-3 категории, вообще она уже самая большая, потому что до 150 сантиметров роста, это где-то до 12 лет. Ну, на самом деле, в 12 уже ребенка не посадишь кресло, как показывает практика. Но все же место в вагон, друзья. Регулируется вот как раз таки вот до 150 сантиметров роста кресла. Смело могу сказать, что здесь очень хорошая посадка. Очень длинная, реально длинная глубина сидушки. И ножки не свисают, где коленки сзади у ребенка. И в дальней поездке ножки почти не затекают. На самом деле, это прикольная посадка. Высокие борты, хорошая боковая защита, очень глубокий подголовник. Это очень хорошо при боковом ДТП. У ребенка должен быть максимальный каркас, который защищает его при ДТП. Гасте на энкудара, плюс осколки летят, стекол боковых. И нам нужно, чтобы ребенок был как можно глубже. В общем, по посадке, друзья, все хорошо. Мне очень нравится здесь посадка. Она, наверное, как в лучших представителях, скажем так, в этой категории. Она не уступает ей в принципе. И еще немаловажный момент. Она очень мягкая. Здесь очень мягкая. Подголовник очень мягкий. Все так серьезно сделано. В общем, здесь мне в этом отношении все нравится. Так, что касается ткани, давайте сразу скажу, друзья. Здесь недорогая, абсолютно недорогая ткань. Простая ткань, которая используется везде в этом ценовом диапазоне. Ниже среднего немножечко, скажем так. Но эта ткань хорошо себя показывает на долгой дистанции. Она особо не корябается. На ней мало вообще бывает вот этих катышек, зацепок, которые образуются при длительной эксплуатации. И, соответственно, оно через два года не будет ушатанным, как будто ему там уже 5-7 лет. В этом плане окей. Конечно, она не такая дышащая, как хотелось бы. Но, друзья, цена здесь свою роль играет. Но за свою цену, на самом деле, очень-очень неплохое кресло, друзья. И здесь придраться вообще очень сложно. Поэтому предложение интересное. Что касается безопасности, друзья, мы с вами разобрали. Мое коротенькое мнение по этому креслу. Цена, качество. Если вы не заложник, скажем так, брендовости, назовем это так. И вам не обязательно, чтобы это был какой-то именитый бренд. То вот это кресло даст вам хороший уровень безопасности. За абсолютно адекватные деньги. С очень удобной, как по мне, посадкой. Мы мерили много уже раз в это кресло детей. Сам наглядно это видел. И, как бы, если вот за брендами не гнаться, то вполне себе кресло достойное за свой бюджет. Напоминаю, кресло в мире автокресел есть в наличии. 10 у нас магазинов по России. Ссылка внизу в описании. Поэтому приезжайте, можете посадить ребенка, выбрать уже на месте. Или же заказать там два кресла. Вам курьер два штуки привезет. Вы какой-то выберете, другой он просто увезет. И, соответственно, уже сделайте свой выбор. Но я очень рекомендую на него обратить внимание, друзья. Цена, качество очень даже окей. Вот. Собственно, и все. Добавить мне уже нечего, друзья. Все, что я хотел сказать, сказал. Вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удача на дорогах. Всем пока.